В Екатеринбурге на перекрестке Луначарского-Шевченко приключился очень неожиданный замес. Два трамвая сообща забодали железной колбаской стоячий подорожник Opel Astra, пилотируемый расстроенным мужчиной в розовой, как говорится, кофточке. Ситуация возникла вообще на ровном месте, очень внезапно, посредь белая дня. Предыстория такая. Трамвай второго номера сообщением фрезеровщиков ВИЗ бортовой 028 по какой-то причине прямо на маршруте сломался. И расписной чешский собрат стал его буксировать в парк. То бишь тупо подталкивать колбаской в попу. Этот дуэт докатился по лунке до Шевченко и тут случилось неожиданное. Смотрим видеозапись, которая очень сильно должна помочь гаишникам разобраться в капец какой запутанной ситуации. Кто-то скажет, да фу, да ну, даже говорить не о чем. Ну подумаешь, переднее сцепное устройство, то бишь колбаска, просто уперлась в правую переднюю дверь Opel. Вмятину даже не видно. Вроде говорить не о чем, но на самом деле трамвай, упершись в стоячий посреди дороги подорожник, протолкнул его вперед. А это значит, что вмятина на двери по-любому есть. И она стоит денег. А вот стоит ли она того, что в центре миллионника, средь белой дня, перекресток встал по всем фронтам, это вопрос. А он встал именно так. Трамваи напрочь перекрыли проезд по Шевченко. Opel перегородил дорогу трамваем в обоих направлениях. Кто виноват, установят гаишники, которых, несмотря на хилую травматичность Opel, все-таки вызвали. О повреждениях на колбаске трамвая говорить не приходится. Гаишники забрали у очевидца эту телезапись, ну, в смысле, картинку, снятую на телефон, и стали по-быстрому разбираться, ибо перекресток-то стоит. А между тем собралась толпа зевак, стали проводить народное расследование, кто в этой ситуации накосячил. Вроде, с одной стороны, очевидно, что виноват трамвай, тяни-толкай, то бишь, буксировщик. Его вагоновожатая не увидела, да, видимо, и не могла увидеть из-за толкаемого трамвая, что на путях перед носом стоит Opel. Трамвайщица, видимо, просто понадеялась на правила 2D. Типа, зеленый загорелся, ехай. Ну, в данном контексте толкай. Но, с другой стороны, возникает вопрос, какого, мягко говоря, фига пилот Opel выехал на центр перекрестка и тупо встал. У каждой стороны были свои аргументы. Смотри, трамвай стоял, на стороне пробка вас отдалась. Он не один наехал, потому что перед ним стоял трактор. Эти два года, да, трактор. Трактор? Ну, так он, пропусти меня туда, и все. Вы ползает, здесь маленькая дырка, вы тоже лезете. Так трактор стоял тут перед вами, вам никак не поехать. Так это, мы можем в конку проехать. А ты-то куда едешь, если его на перекрестке, ты его пропустишь в любом случае долго. Потому что ты за встречи тоже поворачивал, ты его обязан пропустить. Он не ехал, он стоял. Он стоял на перекрестке, ты его обязан пропустить. Ты должен вон там стоять и пропускать трамвай. Ты мне поправила дорожное движение, не расскажешь. Не, ну так-то женщина, видимо, трамвайщица в целом права. Конечно, поворачивавший слунки на Шевченко рулевой опеля должен был не вылезать на середину перекрестка, а пропускать трамвайную связку. А если он завершал маневр, и в него вот так вот цинично воткнули колбасу? Короче, гаишники разберутся с такой-то записью, чё бы не разобраться. Субтитры создавал DimaTorzok